Писалась кровью эта дата. Митинг Греквим состоялся у мемориала воинам-интернационалистам в парковой зоне 3-го микрорайона. Афганская война. Никем и никому не объявленная. Героическая и трагическая. Она оказалась в два раза длиннее, чем Великая Отечественная. Митинг, посвященный дню окончания Чернухина-Дебальцевской операции, дню памяти участникам боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 32-й годовщине вывода войск из Афганистана, объявляется открытым. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула Афганистан. Так закончилась Десятилетняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч граждан. Среди них и краснолучане. Имена девяти героев, навеки оставшихся молодыми, выбиты на мемориальной плите. Ежегодно 15 февраля у памятного знака собираются воины-интернационалисты, родственники погибших солдат, представители городской власти, военные, молодежь и неравнодушные жители города. Жизнь разбросала вас по всему миру. Но в этот день вы, все ветераны, приходите на значимые места, чтобы встретить своих товарищей, чтобы почтить память тех, кто остался навеки там, тех, кто ушли в голубое небо, в тишину. Вы с гордостью и честью выполнили свой долг. Являетесь примером для нашего подрастающего поколения. Мы чтим память погибших, но мы не вправе забывать о живых, о родственниках погибших. Это наша священная обязанность. Войны-интернационалисты, которые в далеких 80-х годах защищали нашу родину, можно так сказать, в Афганистане, выполняли свой интернациональный долг. Войны Донбасса, которые в 14-15 годах защищали свою землю здесь. Наши юные и юнормейцы, которые сейчас стоят в одном строю с вами, это все наше наследие. Мы обязаны помнить, мы будем помнить, не дадим забыть. Горячо и сердечно пожелать крепчайшего здоровья участникам, воинам-интернационалистам, сегодня которым годовщина, 32-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Пожелать вам всем и вашим семьям крепкого здоровья, личного благополучия, мира, безоблачного неба. Вы стойко прошли все тяготы и лишения афганской войны, показав высокий уровень стойкости, мужества и героизма. Мы благодарны вам за ваш подвиг, память о котором навсегда останется в наших сердцах. Прошлое не единожды доказало. Родина, семья и близкие вам люди всегда могут рассчитывать на вас в трудную минуту. А события 2014 года также показали, что существует преемственность поколений. Это когда молодые ребята, воспитанные на подвигах своих дедов, воевавших в годы Великой Отечественной войны, воспитанные на ваших подвигах, не имели попросту морального права оставаться в стороне, а взяли оружие в руки и стали на защиту своих городов, своих домов, своих семей. Все прошло, завершилась война, и лежит белый снег на земле, но осталась одна одна, она собирает пацанов в феврале. Февраль месяц самый суровый месяц в году. Наверное, поэтому на его долю выпало столько военных событий. Но это день особенный. Особенный для ребят, которые прошли дорогами Афганистана. Для ребят, которые не вернулись оттуда живыми. Но они всегда рядом с нами, в одном строю. Как и с нами те, которых война догнала уже дома. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Минутой молчания участники митинга почтили память всех, не вернувшихся с поля боя. Священнослужитель провел панихиду по погибшим воинам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества и сложившим голову за свободу родного края. А к мемориалу благодарные краснолучане возложили цветы. Субтитры создавал DimaTorzok Новости телеканала Луч